Умение выступать публично для современного делового человека – навык крайне необходимый, особенно для людей, которые в силу профессии встают перед аудиторией часто. Достаточно ли в этом деле только желания и где научиться ораторству? Такими вопросами задаются многие руководители и общественники. Благодаря поддержке Департамента внутренней политики, руководители некоммерческих организаций смогли пройти курс риторики и речевого воздействия. Психологи и тренеры учебного центра HB Assistance из Санкт-Петербурга провели для новоуренгойцев двухдневный интенсивный курс. Подробности у Елены Куликовой. Как заставить свой мозг работать, когда множество людей не сводит с тебя глаз? Для человека, закомплексованного, выступление перед публикой может стать настоящим кошмаром. Однако ораторское искусство – это навык, а значит, при желании им можно овладеть. В этот круг попали люди, которым по роду деятельности приходится работать с аудиторией. Руководителям некоммерческих организаций часто требуется представить себя, новый проект или свое дело. И от успеха выступления порой зависит результат всей работы. Без практики здесь не обойтись. Опыт публичных выступлений уже имею достаточно обильный, так как работал и в «Ц» молодежном артистном ведущем, и уже достаточно долгое время выступал на сцене в качестве актера КВН и актера театра. В мини-презентации проявляется характер, опыт, артистизм большинства участников. Публики выходят весьма уверенно, но самые старательные отмечают не только сильные, но и слабые стороны своих выступлений, ведь ради их преодоления они и пришли к опытным консультантам. Какие проблемы? Проблемы всегда тороплюсь, тоже волнуюсь, как в первый раз. Хочу научиться не торопиться, четко излагать свои мысли и совершенствовать там, как и публичное выступление. Сколько бы человек не выступал, всегда любое публичное выступление – это волнение. Лично я всегда волнуюсь, как в первый раз, и всегда бывает трудно с ним справиться, трудно сформулировать четко свои мысли, настроиться. Поэтому я думаю, что такие семинары нужны и полезны всем. И я для себя надеюсь, что я получу очень много полезного, важного и интересного. Врага нужно знать в лицо. Двухдневный интенсивный курс начинается с разбора собственных ограничений, затем позы, жесты, зрительный контакт и, конечно, содержание выступления. Каждый аспект – отдельная тема и требует детальной проработки. За 16 часов даже самой напряженной работой Цицероном не стать, но ощутимых перемен добиться можно. Для хорошего оратора очень важно знать, что для него является его сильной стороной и на что он может опираться. Есть люди талантливые, но то, что называется изначально. Есть люди, которым надо учиться каким-то специальным вещам. И я знаю ораторов, которые глубоко интеллектуально очень точно формулируют, и это их сильная сторона. Я знаю ораторов, которые себя скорее позиционируют как людей, способных захватить эмоционально. Для развития сильных сторон оратору требуется практика. Полученные знания участники мастер-класса проверяют сразу же. Тренеры компании HB Assistance дают возможность собравшимся не только понять, как действовать, прочувствовать каждый шаг и каждое слово. Вот я на границе деловой, вот деловая где-то 2-2-40, вот личная где-то метр 50, вот качается личная, начинается интимная, сантиметр 40. Практикум имеет место быть, и это на самом деле очень важно, когда тебе дают знания не только теоретические какие-то, но и позволяют сразу же их опробовать и реализовать. Подобные мастер-классы при поддержке Департамента внутренней политики пройдут в нескольких городах Ямала. Это позволит не только руководителям отдельных компаний, но и всей отрасли стать эффективней, интересней и привлекательней. Елена Куликова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».